Сегодня можно встретить людей, которые никогда не пользовались интернетом или мобильным телефоном. Можно даже найти людей, которые не умеют писать и читать. Это редкость, но факт. Но в то же время сложно отыскать того, кто хоть когда-либо не носил одежду или обувь Adidas, и тем более, который никогда не слышал об этом бренде. И это неудивительно, ведь немецкий бренд сегодня является одним из лидеров среди марок спортивной одежды. Компания занимается производством одежды, обуви и аксессуаров не только для спорта, но и для повседневной жизни. Сегодня Adidas принадлежат такие компании, как Reebok, Rockport, CCM и TylerMade Golf. Но откуда же появилась эта компания? Кто ее придумал? С чего все начиналось? И как она смогла стать одними из самых узнаваемых брендов во всем мире? Об этом мы сегодня и поговорим. Официальная компания Adidas была создана в 1949 году, но история ее началась задолго до этого. Адольф Дастер родился в небогатой семье 3 ноября 1900 года в небольшом городке Баварии. Его отец был обычным сапожником, а мать прачкой в местной прачечной. Поскольку перспектив больших не было, то Адольф с юных лет помогал отцу, а вскоре и сам стал сапожником. Семья жила крайне бедно, денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Поэтому в 1920 году семья Дастеров решила организовать собственное дело по пошиву обуви. Руководство компании приняло на себя Адольф Дастер. На то время ему было всего 20 лет, к которому вскоре присоединился его брат Рудольф. Друзья называли их Ади и Руди. Небольшая обувная фабрика братьев Дастер, если это можно было назвать фабрикой, занималась производством ортопедической обуви для спортсменов и домашних тапочек, а располагалась в небольшом помещении прачечной, где работала их мать. Бизнес помал рос, тапочки пользовались спросом, но это был очередной небольшой цех по производству обуви, которых на тот момент было несколько сотен в одной лишь Германии. Возможно, кто-то бы довольствовался тем, что есть, но Адольф был одержим развитием компании. Пройдя через множество экспериментов, которые нередко заканчивались крахом, ему удалось создать продукт, который на то время был прорывом в обувном деле. В 1925 году Адольф создал первые в мире бутсы с шипованной подошвой, которые уже спустя год стали основной продукцией фабрики. Его партнерами были обычные кузнецы-братья Целин, которые изготавливали те самые шипы для подошв в своей мастерской. Спрос на обувь братьев Дастеров рос каждым днем, что привело к покупке собственного здания фабрики. В 1928 году совместно с Джозефом Вайтсером Дастеры разработали и запатентовали новую модель шипованной обуви, которая по-настоящему прославила фабрику. Но как же сделать так, чтобы твою обувь носили? Правильно, надо просто подарить ее всем спортсменам. На Олимпийских играх 1936 года в Берлине американский бегун Джесси Оуэнс в обуви Дастер завоевал целых четыре золотые медали и установил пять мировых рекордов. На обуви Оуэнса впервые появился фирменный знак Дастеров – две полоски. После этого события бутсы бренда выбирали многие спортсмены для своих выступлений на Олимпиаде, а все благодаря инновационным на то время решениям. Кто бы мог подумать, что достаточно всего лишь прикрутить шипы к подошве, и этого будет достаточно, чтобы о тебе заговорили во всем мире? В конце 1930-х годов продажи фабрики «Братьев Дастер» превысили 400 тысяч немецких марок, или 100 тысяч долларов. А в 1938 году открывается вторая фабрика Дастеров. Всего их предприятие производило ежедневно тысячу пар обуви. Продажи росли с необычайной скоростью вплоть до Второй мировой войны. Но несмотря на то, что оба брата Дастер были убежденными членами нацистской партии, фабрики Дастеров подверглись конфискации нацистами, а сами братья были отправлены на фронт. На одной из фабрик нацисты даже попытались наладить производство ручных противотанковых гранатометов, однако фабричное оборудование было не приспособлено для такого производства, поэтому Адольфа вернули из армии уже через год – производить тренировочную обувь для немецких солдат. По окончанию Второй мировой, баварский городок Херцогенаурах, где находилась вторая фабрика братьев, попал в американскую зону оккупации. Старший Рудольф был обвинен в приодежности к элитным нацистским войскам СС и отправлен в лагерь для военнопленных. Адольф также являлся членом нацистской партии, однако в качестве контрибуции он шил хоккейные коньки для поставки в США. Именно это и спасло его положение, да и бизнеса в целом. В качестве компенсации за коньки Даслер получает списанную амуницию армии США, палатки, старые бейсбольные перчатки и прочее. Семейное дело пришлось поднимать почти с нуля. В 1946 году после оккупации Рудольф вернулся в семейный бизнес. Братья снова стали выпускать обувь, но учитывая сложившуюся ситуацию в Германии в послевоенное время, недостаток сырья и проблемы с международным рынком, а в некоторой мере и изоляцию, они принимают достаточно спорное, но в то же время единственно верное решение. Они начинают производство обуви из остатков военного обмундирования. В ход шло абсолютно все. Так, к примеру, подошвы для обуви они изготовляли из старых покрышек военной техники, а 47 наемных работников получали зарплату товаром, дровами, пряжей и прочее. Однако разные мировоззрения и видения дальнейшего развития компании все чаще приводило к ссоре двух братьев. Совместная работа уже не могла продолжаться как раньше, и это подтолкнуло их поделить все активы. Вскоре после смерти отца братья расстались. Рудольф забрал себе новую фабрику, а Адольф – старую. Они условились никогда не использовать названия и символику семейного предприятия. Ади назвал свою фирму Аддас, а Руди свою – Руда. Но уже через несколько месяцев Аддас превратился в Адидас, сокращение от Адидаслер, а Руда – в Пума. Так прекратил свое существование всемирно известный в то время бренд Дастлер, и, собственно, и появились на свет новые бренды – Адидас и Пума, которые сейчас мы все знаем. Сами братья до конца своих дней хранили молчание о причинах их ссоры. Но что больше всего удивляет, после развала семейного предприятия, братья друг с другом не разговаривали до конца своей жизни. Аппума и Адидас стали самыми ожесточенными конкурентами друг к другу. Компания Адольфа быстро набирала популярность. Высокое качество и нововведения помогли Адидас стать одним из главных спортивных брендов. 18 августа 1949 года Адольф взял две полосы с эмблемой Дастлер, перерисовал к ним третью и запатентовал получившееся, как символ Адидас. С 1952 года компания начинает выпускать и другие товары под маркой Адидас. Первой пробой разнообразить ассортимент стало производство спортивных сумок. И хотя обувь оставалась основной продукцией, Адольф искал партнера, который взял бы на себя производство одежды. Им стал хозяин текстильной фабрики Вилли Зейтель Райхам, которому Адди заказал тысячу спортивных костюмов с тремя полосками вдоль рукавов. Товар разошелся, как горячие пирожки, а партнеры так понравились друг другу, что скоро Зейтель Райх стал шить только для Адидас. На чемпионате мира по футболу 1954 года в Берне, обутая в Адидас сборная Германии по футболу, впервые стала чемпионом мира. Этому способствовала еще одна инновация от Адидас – съемные шипы на бутцах. Вскоре после этой победы продажи бутс Адидас выросли с 800 пар до 2000 пар в день. А в 1956 году компания Адидас даже получила официальное разрешение на свою рекламу на Олимпийских играх в Мельбурне. Также в этом году Адидас подписал первое лицензионное соглашение с норвежской фабрикой в Гюрвике, а вскоре Адидас начинает производить и во Франции. В конце 1950-х годов компания Адидас вышла на рынок США, воспользовавшись ростом популярности спорта и отсутствием на то время серьезных конкурентов. К концу 1970-х годов компания уже принадлежала 24 фабрики в 17 странах. Она продавала около 200 тысяч пар обуви в день, а также одежду, мячи и сумки. В 1970 году мяч Адидас Телстар становится официальным мячом чемпионата мира по футболу, проводимого в Мексике. В 1972 году Адидас становится титульным спонсором Олимпийских игр в Мюнхене, а сборная ФРГ становится чемпионом Европы по футболу. В этом году появился знаменитый трилистник компании. Три листа обозначают присутствие компании на трех мировых континентах. В 1974 году, обутые в бутсы Адидас, немецкие футболисты второй раз становятся чемпионами мира, а на Олимпийских играх 1976-го спортсмены, экипированные в Адидас, выиграли 75 золотых, 86 серебряных и 88 бронзовых медалей. К слову, данный рекорд не побит до сих пор. 6 сентября 1978 года, в возрасте 77 лет, Адольф покинул этот мир. Руководство компании перешло к его вдове Катарине. Со смертью основателя в компании начинается самый тяжелый кризис, вызванный в первую очередь появлением серьезных конкурентов. Nike и Reebok в 80-х годах начали агрессивные рекламные компании в Северной Америке. К концу десятилетия на них приходилось 50% рынка спортивной обуви в США, в то время как для Адидас сократилось до критических 3%. Наследники Адольфа Дастерба недолго задержались во главе компании. В 1984 году умерла Катарина, а в 1987 умер и Хорс Дастер, сын Адольфа и Катарины. Едва державшиеся на плаву предприятия, в 1989 году оставшиеся наследники продали всего за 440 миллионов немецких марок французскому предпринимателю Бернару Тапи, тогдашнему владельцу французского футбольного клуба «Олимпик Марсель», оставив в себе лишь 20% акций компании. В это время Адидас был на грани катастрофы, интерес к бренду быстро укасал, а первенство среди спортивных компаний уже делили между собой Nike и Reebok. Однако новый владелец не смог улучшить положение компании. В 1993 году он продал Адидас, а через несколько лет сам был признан банкротом. Новым покупателем компании стала группа французских инвесторов, в качестве главы Адидас назначившие Роберта Луи Дрейфуса. Под его руководством началась реорганизация компании, был существенно увеличен маркетинговый бюджет и начался вывод производства в Индонезию, Китай и Таиланд. Экономия на дешевой рабочей силе и стран третьего мира вновь сделала продукцию конкурентноспособной на мировом рынке. Уже в 1995 году прибыль выросла более чем в два раза по сравнению с 1994. В 1997 году была куплена французская фирма Salomon Sports, ведущий производитель товаров для зимнего спорта. Вплоть до 2005 года концерн называется «Адидас Соломон». Этот шаг позволил фирме стать вторым по величине мировым производителем спортивных товаров после Nike, увеличив продажи в полтора раза, особенно в США. В 1999 году, к 50-летнему юбилею компании, началось строительство новой штаб-квартиры. Были открыты представительства в Японии, Турции и Нидерландах. В 2001 году началось формирование собственной розничной сети. Первые два магазина сети «Адидас Оригиналс» были открыты в Берлине и Токио в 2001 году, в 2002 – в Нью-Йорке. Компания снова набирала обороты, бренд становился популярнее с каждым годом. В 2005 году «Адидас» продал компанию «Соломон Спортс» и на вырученные деньги в августе 2005 года «Адидас» покупает за 3,8 миллиардов долларов 100% акций своего конкурента – Rebook International LTD. Именно это поглощение и позволило «Адидас» увеличить свою долю на важнейшем для компании американском рынке спортивных товаров до 20% и максимально приблизиться к лидеру рынка – компании Nike, которая контролирует 35%. На сегодняшний день, к удивлению многих, концерн «Адидас» имеет всего две собственные небольшие фабрики – одну в Германии и одну в США. А вся продукция производится под заказ на 290 разных фабриках. Из них 71% находятся в Азии, 18% в Америке, 6% в Африке и 5% в Европе. По объему производства обуви 97% продукции изготавливаются в Азии, в том числе во Вьетнаме, Индонезии и Китае. Только в 2018 году было произведено 409 миллионов пар обуви «Адидас», из них 11% на крупнейшей фабрике во Вьетнаме. На обувь приходится 58% продаж всей компании. Продукция продается под двумя основными торговыми марками – «Адидас» и «Рибук». Объем продаж между ними соотносится 90% к 10%. На конец 2018 года в компании работало 57 тысяч человек. Средний оборот компании – 24 миллиарда долларов в год, а чистая прибыль – почти 2 миллиарда долларов ежегодно. «Адидас» является крупнейшим спонсором спортивных команд и самых известных спортсменов во всем мире. Несколько раз многими любимый бренд мог просто исчезнуть, обанкротиться и уйти в историю. Адольф Дасслер ставил коммерческий успех всегда на второе место. На первом была его неуемная любовь к спорту. Он был очень активным человеком. В 75 лет он еще играл в теннис и плавал в бассейне. Одним из его увлечений было конструирование обуви. Лично ему принадлежат многие изобретения, в частности, футбольных бутс со сменными шипами. А делами фирмы он занимался до самой смерти. Путь к успеху был тернистым и долгим. Именно благодаря Адольфу Дасслеру, обычному пареньку-сапожнику из провинциального городка, на свет появился этот гигант мирового масштаба. Друзья, какой лично ваш любимый бренд спортивной одежды и почему? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, где будет еще много новых и интересных видео. Продолжение следует...